Работа агросервисов. Сегодня это 134 организации, оказывающие агросервисные, транспортные, ремонтные и другие услуги нашим аграриям. То есть, раньше в каждом районе были сельхозтехники. Потом мы их назвали агросервисами. Если нужно было, да и не нужно, мы всегда знали на селе, что надо ехать в агросервис, в сельхозтехнику, надо там топливо купить. Там обслуживали более сложные технические узлы, агрегаты. Не каждый колхоз, совхоз может обслужить нормально, отремонтировать, восстановить двигатель. Сложная штука, не каждый. Мы передавали туда двигатели, там централизованно ремонтировали и многое-многое другое. Потом пришел рынок. Мы умные, все это решили разрушить. Я сказал нет, это должно работать. И сегодня это надо. Это должны быть сервисные центры наших крупных предприятий. МТЗ трактора поставляет? За границей мы горячимся, создаем сервисные центры. Без сервиса, без обслуживания техники у тебя никто ее не купит за границей, так? А почему в своей стране мы не можем эти сервисные центры не создавать, не восстанавливать, а пользоваться МТЗ? Гомсельмаш комбайны поставляют? Поставляют. Бобруйска, Громаш и прочее поставляют технику для села? Поставляют. Так 134 организации при вашем руководстве и правительство они должны восстановить, чтобы они оказывали услуги на месте, чтобы бандиты и жулики, посредники вам не провозили какие-то запчасти. Систему я вам предложил. Восстановите. Восстановите строительные ПМК, которые были в каждом районе. Восстановите межрайонные МПМК, которые занимались миллиарацией. У нас 200 тысяч гектаров надо восстанавливать по миллиарации. Кто будет это делать? Эти МПМК под жимом президента что-то начали шевелить. Заяц сегодня отвечает за это. Миллиарация. И потом, слушай, топор заточить кому-то надо. Нож какой-то поправить. Еще чего-то огородное, какие-то грабли и прочее. Куда пойти? В сельхозтехнику. Как это было раньше. Ну и потом это 200-250 рабочих мест. Это там еще люди и старики сохранились, которые могут это сделать. Вот что такое райагросервис. Что такое строительная ПМК. У нас уже в некоторых районах не то, что сарай построить. Они не могут пол залить железобетоном. Разогнать собрались. Не будет этого. Я вам поручил восстановить. Сегодня вы расскажете, как вы героически это сделали. Это так. К примеру, что такое райагросервис. Тем, кто забыл, в 2019 году мы уже оказали беспрецедентную поддержку головному предприятию путем реструктуризации задолженности. То есть, вы работаете безобразно. Вы в долгах, как в шелках. Белогросервис, головное предприятие. Так. Реструктуризировали. Отсрочили долги. Простили фактически. Вы чего опять ко мне пришли? Вы чего пришли? И зачем нам такой министр, который эти документы направляет мне вместе с премьер-министром? Или сядете в тюрьму? Или рассчитаетесь с долгами и будете работать, как я сказал. Мое железное требование к губернаторам и правительству, которое озвучивало неоднократно, должна быть жесткой дисциплиной расчетов. И точка. Без нее мы дальше ходить будем по кругу, возвращаясь к этим вопросам. При этом предупреждаю вас. Перед крестьянами, колхозами, совхозами не должно быть на 1 августа никакой задолженности. Ни по молоку, ни по мясу. У жуликов забирайте деньги и отдайте крестьянам за поставленную продукцию. Головой отвечу.